почему вы вдруг решили организовать форум по теме dlp что значит вот этот плюсик в названии и что это вообще такое это второе дыхание для систем dlp и или предсмертный вздох и все-таки dlp должно умереть я бы сказал что не то чтобы мы организовали мы возродили dlp форум потому что он был несколько лет назад такой очень интересный одной из центральных россии тематик по информационной безопасности и мы посчитали важным особенно вот в текущий период когда вопрос защиты от внутренних угроз становится все более актуальным эту конференцию эту тематику возродить почему плюс конечно ты тамар права что мы существенно шире теперь смотрим на защиту от внутренних угроз это не только утечки это не то не только контроль информационных потоков почтовые переписки это в целом контроль сотрудников контроль эффективности их их работы контроль защищенности информации конечно это сейчас тематика особенно вот условиях пандемии когда мы очень серьезно изменились в идти ландшафте удаленка информационные системы которые во многом перешли в облака основная точка такая вот болевая слабое звено это сотрудники и тематика этого мероприятия она такая двоякая потому что сотрудники с одной стороны с точки зрения безопасников это угроза и их надо максимально контролировать ограничивать и так далее то с точки зрения бизнес это это главная движущая сила и сейчас сотрудники это главная ценность конкурентное преимущество и вот та тонкая грань между контролем сотрудников обеспечением защиты бизнеса от сотрудников их умышленных или не умышленных действий является именно такой центральной темой нашего форума плюс он как раз в этом что мы видим что сейчас тематика она скорее набирая действительно второе дыхание она прям преображается и сама технология уже это не просто какой-то фильтр по ключевым словам это искусственный интеллект это анализ поведения отклонение поведения сотрудников это эффективность выход за рамки безопасности мы очень так вот в сообществе в информационной безопасности по-новому взглянули на все вот эти вот вызовы и задачи сегодня общалась наталья касперска и она сказала что с началом пандемии вендор инфо watch почувствовали большой интерес со стороны рынка именно именно от кадровиков потому что за сотрудниками нужно не просто следить что они не говорят носу постараться контролировать что они работают все еще в этой компании в рамках корпоративной культуры и и так далее то есть я правильно понимаю что делпи как будто но меня теперь уже двигается в сторону кадровых служб становится их инструментом вы тоже почувствовали интересы от кадровиков с началом пандемии или нет да абсолютно правильно замеченный тренд потому что сейчас как выяснилось дилпи один из немногих инструментов который был готов контролировать эффективность сотрудников что они делают на своих домашних компьютерах что они делают за пределами корпоративной сети и конечно сейчас мы все в этом направлении уверенно движемся мы на этом форуме представляем наш новый продукт нашу новую разработку называется solar advisor это продукт вышедший из dlp но направленный не на обеспечение безопасности данных а именно на контроль эффективности что сотрудник делает на рабочем месте как он расходует свое рабочее время какими приложениями пользуется работает не работает вот эти вот все моменты обвешанные серьезным биом аналитикой являются интересным уже не служба информационной безопасности а кадров бизнес руководителей руководит компании это такой прям вот что называется технология на злобу дня а но интересно такие же решения уже давно существует контроль за конечными точками пользователя учет рабочего времени есть я так понимаю еще какие-то специализированные там и чар системы почему вы вдруг решили создавать что-то свое ответ очень простой мы можем долго на уровне маркетинговых материалов считать кто кто что делает у кого какой функционал есть объективно видя спрос потребителей тот интерес который проявляет технологии готового решения которое может работать чем в чем сложность таких систем это же не контроль одного-двух сотрудников и вот все системы которые встроены в dlp по контролю рабочего времени они скорее направлены на точечный контроль анализ действий конкретного сотрудника когда у тебя в компании 100 тысяч человек из них 50 тысяч на удаленке невозможно применять вот эти вот я по-другому не скажу инструменты подглядывания нет это не подглядывание это уже больше аналитика уже статистические методы это уже выявление отклонение аномалий поведение сотрудников и конечно это существенно 3 требует существенно более зрелых технологий да и чар инструменты есть но как оказалось подход от информационной безопасности от технологии безопасности в сторону он существенно более рабочий сейчас действительно вот все системы такого класса которые начали появляться за последний год на рынке они успешны со стороны безопасности это на самом деле объяснимо вы ставите какие-то средства на рабочие станции сотрудников информационная безопасность всегда на это смотрит ревностно и для них гораздо комфортнее когда на рабочих станциях сотрудников появляются какие-то понятные контролируемые им решения ну плюс конечно вопросы защитой данных таких системах а это уже и персональные данные сотрудников он актуален поэтому на удивление наш вот этот вот не очень большой рынок информационной безопасности получил вот такое интересное развитие глобально делпи через пять лет как ты считаешь что себя будет представлять есть наверняка же есть какое-то такое вот далекое видение очень интересно куда куда мы идем сегодня мы как раз в пленарной сессии это обсуждали и вы вот из обсуждения выкристаллизовались три направления развития первое это все что касается поведенческого анализа выявления аномалий отклонений в поведении это действительно технологии которые на базе искусственного интеллекта позволяют анализировать поведение больших групп сотрудников но с минимальными затратами времени от специалистов по информационной безопасности вот это называется юбе юзобехевия анализ это такой вектор серьезное развитие технологии dlp второе это все что касается развития эндпоинта сейчас основная нагрузка по контролю сотрудников уходит с корпоративных систем корпоративных шлюзов на эндпоинт решения понятно почему сотрудник взял ноутбук рванул домой дома поработал уже в некорпоративном окружении очень важно чтобы эндпоинты контролировались ну и третье это чуть более далекая перспектива это связка стык технологии dlp контроля передаваемой информации системами разграничения управления доступом потому что любая безопасность данных безопасность информации начинается с минимизации полномочий сотрудников на доступ к тому или иному виду информации чем меньше доступ ты имеешь тем меньше потенциального ущерба можешь нанести и вот системы класса таких решений они конечно обеспечивают другой уровень безопасности когда сотрудник имеет доступа не везде не ко всем ресурсам а только к тому что ему нужно в данный момент времени и конечно это такой очень серьезный вектор развития технологии защиты уже от инсайдера но и последний вопрос из области философии люди все-таки это главная угроза или главный актив компании как вы считаете но для меня это главный актив потому что все что мы делаем все как мы развиваемся благодаря людям их творческому потенциалу и угрозы исходящие от сотрудников ну это необходимость которой нужно жить но не наоборот люди это наши главные ценности это наш главный бизнес актив ты почти первый второй может быть кто сегодня в интервью сказал что из безопасников что люди это актив а не угроза